Всем щербет, дорогие друзья, как джетуха, как дела вообще, сегодня будет такое немножко эмоциональное видео, буду, наверное, даже ругаться матом, возможно, поэтому отодвиньте своих детишек подальше от экранов. В общем, друзья, у меня просто так полыхает, честно вам скажу. Моя пятая точка находится где-то уже, она покинула околоземную орбиту и была замечена на полпути к Марсу. Но давайте по порядку, как всегда, возможно, вы скажете, да чему ты удивляешься, но я не перестаю удивляться каждый день каким-то новым вещам. В общем, я, как любой нормальный человек, конечно, работаю, хожу на обычную работу, в бутик туристический, где продаю различные ножи, фонари и прочие приблуды для выживания, для эдисишников, в общем, вы сами знаете. И вторая моя работа, по сути, это ютубчик, да, которая на данный момент представляет из себя просто дырку от бублика. Видимо, ушло большое количество рекламодателей, то есть, получается, у меня монетизация упала где-то процентов на 85-90. Сейчас она составляет аж 20 баксов в месяц я зарабатываю с ютуба. Плюс перестали присылать различные ножики, фонарики, ну, там практически кое-что, и то редко, но вы сами по ленте видео можете понимать, что в основном часы, 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 и там когда-то редко раз в месяц какой-то фонарик. Вот все, максимум. Nightcore тоже присылает. Ну, понятное дело, сейчас ситуация тяжелая, все просто сидят в жопе, и никто не будет отправлять, там, даже на рекламу какие-то ножи и так далее, и тому подобное. В общем, по сути, ребят, да, вот ты тратишь много времени, даже объясню, нет, я не буду в этом видео просить каких-то денег, поддержите, иначе я закрою канал, подпишитесь туда-сюда. Да, и это все уже себе как-нибудь в своей башке уже переварю, если я там канал свой закрою или что-то, вы об этом, конечно, просто узнаете вот так вот, все, по факту, и на этом все закончится. Сейчас речь о другом, даже снять часы, это мне нужно поехать в другую часть города, взять эти часы, привезти, придумать идею, снять, смонтировать, выложить, то есть это, по сути, потом отвезти их назад, потратить где-то, ну, полдня своего личного времени, да. Сейчас плюс лето еще просмотрю, короче, все, я трачу время, я не получаю от этого, кроме удовольствия, никакой финансовой подпитки. Кто-то говорит, что, ну, чувак, тебе что-то приносит удовольствие, ну, вот, представьте, удовольствие может приносить, ну, если я там с друзьями пошел там пивасика попить, да, или где-то там, возможно, на рыбал, вот это ваше удовольствие. А когда у вас это уже удовольствие, которое поставлено на какой-то вот заработок, это совсем другое, ребят, в холостую работать никто не хочет. Значит, короче, к чему это все рассказываю, к тому, что финансовая ситуация сейчас, ну, у меня, по крайней мере, она достаточно такая щекотливая, да, я вам сейчас холодильник свой покажу, посмотрите, вот это вот, да, у меня получается, вот так вот он примерно выглядит. Короче, покупая вчера помидорчики в маркете такой, стою, убираю, подходит маленькая девочка и говорит, что, мол, дяденька, помогите, пожалуйста, там, чем можете, я говорю, ничем не могу помочь, ну, хоть покушать купите. Я так перестаю убирать помидоры, на нее смотрю, говорю, что тебе покушать купить? Она говорит, ну, хотя бы сосисок, сука, хотя бы сосисок, хотя бы сосисок, ребят, у меня сосиски сейчас, да, нихера не частый гость на самом деле. Вы что там, блин, охренели совсем уже, в параллельной какой-то реальности живете, вы думаете, тут шикуют все? Если я нормально одет, хожу в супермаркете, помидоры покупаю, значит, я, сука, тебе сосиски должен купить или что? Если бы она попросила, может быть, хлебушек, я ей пошел бы купить эту булочку без вопросов, но, сука, сосиски ей купить, я покупаю паштет, паштет, вот этот хреновый, паченковый паштет, который называется сейчас, и ем его, блин, а ей, сука, подавай сосиски. Я стою на курилке, такой возмущаюсь весь, полыхаю, другу это рассказываю, он говорит, так это что ты возмущаешься? У меня тоже, вон, был случай, подходит бомж, говорит, купи мне что-то пожрать, я говорю, что тебе купить? Я говорю, хотя бы шаурму, сука, хотя бы шаурму, блин, и он тоже говорит, я шаурму себе раз в неделю покупаю, значит, шаурма стоит до хрена, просто жесть какая-то. Но сегодня будет история о другой жести, о часовой еще жести, конечно, не знаю, стоит ли вообще, опять же, чему-то удивляться в связи с нынешними ценами вообще, но мы поудивляемся, друзья. Речь будет, конечно, не о цыганах и о бомжах, а о офигевшем часовом бренде под названием Luminox. Я это видео записываю вот без шпаргалки, у меня нет сейчас под рукой там какого-то там блокнотика, что-то, где я могу выписать, поэтому, может быть, буду путаться в каких-то там цифрах, ценах, вы уж прям сильно не обессудьте, с общего смысла это не поменяет. В двух словах, про Luminox, вы прекрасно знаете, для них, кто не знает, это швейцарско-американская фирма, то есть задумано оно было в Америке, но главный офис и производство в Швейцарии. Часы, которые позиционируются как милитари, военные, неубиваемые, брутальные и так далее. Они обладают главной фишкой, это тритеевая подсветка, что на самом деле достаточно прикольно и круто, я уже говорил, еще раз повторюсь, что тритеевая подсветка это самая крутая подсветка и в любом случае нужно попробовать и в своей коллекции какие-то часы с тритеем обязательно должны быть. В общем, эти часы я не назову плохими, это в принципе нормальные котлы среднего ценового сегмента, такая средняя Швейцария. Однако, у меня есть к ним ряд вопросов к этому часовому бренду, которые я уже озвучивал ранее, потому что это в принципе марка без истории, которая была там придумана в 81 или 83 году, которая в принципе использует, как и многие швейцарские бренды, дешевые механизмы а-ля RONDO 515, ну это в начальном ценовом сегменте, то, что у них там подороже уже может быть и с механикой, ну там цены прям со всех, ну то есть как бы... Ну в общем, ребят, марка часов как бы неплохая милитари, но она не уникальная. Есть прямой конкурент Tracer, который тоже выпускает такие же по дизайну часы с такими же тритеевыми колбами, еще и является как бы основным суббрендом вот этой вот корпорации, которая выпускает эти тритеевые колбы корпорации Microtech. Ну в общем, друзья, я вот шерстил там интернет, что-то посмотрел цены, я просто охренел, все поднялось, ну примерно на 20%. Вот вы смотрите любые часы там, неважно, мы сейчас будем говорить про официальные представительства, я не буду мониторить цены там на Алишках каких-то, Авито там, Шмавито, я просто говорю, вот у меня есть там магазин Дека, да, в который я там периодически прихожу, что покупаю. Вот я говорю, они официальные представители Люминокса, кстати, ну и там еще ряда брендов, вот я буду сравнивать цены, исходя из их ассортимента, да. Я смотрю там сайт, все поднялось там, Жаклиманы, Тесо, Атлантики, все, Касио выросло примерно на 20%, то есть часы, которые стоили там, ну к примеру, Атлантик, он там стоил 7,5 где-то, а сейчас он стоит там 9 с копейками тысяч гривен. В общем, я смотрю на Люминокс, я просто охреневаю, модель самая бюджетная, Sea Turtle называется, морская черепаха, она стоила тоже, по-моему, 7500 гривен, ну не сохранила из скриншоты старых цен. Сейчас она стоит 11490 гривен, то есть почти 12000 гривен. Ребят, у них цены взлетели, ну процентов на сколько, на 35-40. Я когда это увидел, я просто вот так вот думаю, сука, как такое может быть? Да и за 7,5 это есть куча альтернатив этим часам. Ну вот смотрите, Sea Turtle, да, Люминокс. Корпус из карбонокса. Ну это якобы фишка Люминокс, которая пластик, усиленный карбоновым волокном, как-то они там его так представляют, он в 5 раз легче стали, в 3 раза легче титана, гипоаллергенный, вообще супер охрененный. Мне это напоминает, если честно, вот историю с биокерамикой в свотч, то есть якобы это не пластик, ну что, ну кто будет покупать, сука, пластиковые часы за 11400 гривен. Поэтому они как-то вот это полимер, супер-пупер-фуфер, ну мы прекрасно понимаем, что это просто одна из разновидностей пластика. Даже если она мега, там ультра, супер, гипер, нано, современная, но это все равно пластик, да, это не титан сложный в обработке и так далее. Окей, внутри Ронда 515, да, 3 теевые колбы, которые даже не на каждой есть метки, а через одну, потому что часы бюджетные. Не всегда попадающие в метки секундная стрелка, силиконовый ремешок обычный. И эти, сука, часы стоят, как практически, ребят, ну, блин, можно там 3000 гривен добавить и купить тот же TESO PRX. Можно ничего не добавлять и взять Casio G-Shock Kingi, где будет радиосинхронизация, где будет солнечная батарея, где будет действительно, сука, противоударность. У них еще минеральное стекло стоит. Минеральное стекло, ребята. Я просто, когда это все у себя в голове сопоставляю, мне, я не знаю, просто об стену биться хочется. Я не понимаю, как, ну, это не Дека виновата, понятное дело, потому что они выросли и на официальном сайте в цене, они там что-то 300 с чем-то долларов стоят, 350, по-моему. Это просто охренеть. Я не знаю, вы, вы, вы чё вообще, блин? Вы, вы понимаете, что можно за эти деньги взять вот такие офигенные Атлантики, где будет металлический корпус с браслетом, с хорошей обработкой, с сапфировым стеклом, с той же, сука, самой рондой внутри. Я, вы, 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 блядь, вы охреневшие, что ли? Да кто ваше говно покупать будет теперь? Просто какие-то отмороженные, вообще, ну, которые, блядь, блядь, да, теоретические часы, а я денег не считаю, вот так вот отбашлял, взял, пошел, вот такие будут покупать. Да они, блин, когда даже стоили старые деньги, уже можно было задуматься в свете вот этих вот всяких микробрендов, которые как грибы китайских. Когда, сука, за 100 баксов вам механику поставят от Сейка, сапфировое стекло, а если еще там 20 баксов добавить и керамическую вставку в безеле добавят. Охренеть просто, что происходит, ребят. Напишите в комментариях обязательно, что вы по поводу всего этого думаете, я, я хрен знаю, что, вообще, что, что делать. Продолжение следует...